Привет! В рамках курса по геоморфологии это наука о строении рельефа и суши нас повезли на практику на Готланд на 3 дня. Готланд это крупнейший шведский остров, находящийся в Балтийском море. Стоит обмолвиться, что на этот курс я записала специально ради того, чтобы поехать на эту экскурсию, практику на Готланд. По прибытии на Готланд мы переправились на остров Поро, заселились в домики на пляже. На следующее утро, собственно, началась серьезная часть нашей поездки. Частью домашней работы к полевой практике была подготовка экскурсии по какому-то уникальному природному явлению на Готланде. Самое интересное, зачем на Форо едут туристы и ученые, это Раукар. Раукар – это шведское название размытых эрозий скал. То есть по их верхушкам можно увидеть, какой был раньше уровень берега здесь. Готланд с геологической точки зрения уникальный остров, так как в основном сложен известняками. По камням можно увидеть отпечатки бывшей жизни. Вот, например, окаменелый коралл, риф, губка. Какие красивые камни! Потом нас разделили на группы со словами. Одна группа будет работать на том же пляже, где мы были утром, то есть у скал Раукар, а вторая будет работать в воде. Без уточнений, что такое работать в воде. В итоге первая группа занималась измерением высоты пляжных холмов, каменных, а мы занимались топографической съемкой пляжа. Ну и вечер, опять закончился барбекю. В день отъезда план был заехать в столицу Готланда Висби. Остановились перекусить. Но нашему профессору пришла гениальная идея, почему бы не заехать на очередной пляж и не сделать 3D модель скал и острова. На этом пляже продолжилась охота за окаменелостями. Очень забавно было наблюдать за нами со стороны, потому что все ходили полусогнутые и очень умилялись, когда находили что-то интересное. вскрикивали со словами «Смотри, что я нашел, какая классная окаменелость!» Ого! Давай меняться! В завершение поездки нас все-таки довезли до Висби, где находится крупнейшая фабрика мороженого, при которой есть магазин, в котором придается 300 видов мороженого. Вкусы странные и классические. Пикачу, Барби, вкус лимона, вкус Рэдбула, пиво. Не знаешь, что и выбрать. Из-за внеплановой остановки на пляже на осмотр достопримечательностей Висби нам оставалось буквально 14 минут. В целом поездка мне очень понравилась, потому что она была нетипичной, нетуристической. И я посмотрела на природу, на Швецию с другой стороны. Если вы бывали в Швеции, в нетуристических интересных местах, расскажите мне, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok